В триумфальном зале музея панорамы «Сталинградская битва» родным и близким старшего сержанта полиции Алексея Гронова, погибшего в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, вручили Орден Мужества. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным 16 апреля. Алексей с честью и достоинством служил в отряде мобильного особого назначения «Сталинград» регионального управления Росгвардии. Очень трудно сегодня подобрать слова, которые могли бы утешить вас, родных и близких, которых могли бы утешить бойцов ОМОНа, которые потеряли своего любимого товарища. Алексей Алексеевич сохранил в первой сельчизне палом в поле боя за нас с вами, за наших отцов, матерей, детей и внуков, за нашу Родину, за наши отчини. Он отдал самое ценное, что есть у человека – это свою жизнь. Спасибо вам за сына, за мужа, оставшегося на встрече, патриотам, героям Сынградовича. Пусть наша поддержка и память о полиции ОМОН поможет нам всем пережить этот тяжелый утром. Почти 80 лет назад наши деды и прадеды переломили хребет немецко-фашистской армии на Сталинградской земле. Так и сегодня наши бойцы защищают современную Россию, жители Донбасса, от неонацистского режима, который установился в Киеве. Они самоотверженно идут в бой, проявляя при этом настоящее мужество и героизм, не щадя своей жизни, выполняют поставленные Родиной задачи. Ваш сын – настоящий герой. Спасибо вам большое за сына, за мы, старший сержант Громов Алексей отдал жизнь за будущее нашей страны, будущее наших дедов. Он навсегда останется в памяти вашей семьи, в памяти боевых товарищей, которые вывезли рядом в истории России и Волгоградской области. На примере Алексея будут воспитываться настоящие солдаты, офицеры и молодежь нашей страны. Спасибо. Низкий вам покой. О том, что Алексей находится на боевом задании, родные узнали позже от сослуживцев. Связи-то не было с ним. Я им горжусь. Побольше таких ребят. Страна была, под защитой будет. Три сестры у него. Младшая сестра и этот. Они двойняшки были с Аленкой. Старшая сестра Олеся. Ну, как бы, мужчина был в семье. Теперь, можно сказать, все нам не стараться. Хоть уже сил-то не очень много, но придется поддерживать все это. Егошнее начинание. Двое. Девочек. Внучки? Да, внучки. Еще ждем. Вроде будет Алексей тоже. Так, наверное, зовут. Этот, жены. Алешки. Ожидал мальчишку. Вот и будет у него замена. Алексей отслужил в армии. Позже принял решение о службе в ОМОНе. Имел отличную боевую и спортивную подготовку. Всегда защищал честь управления в соревнованиях по единоборствам. Алексей, наверное, выделялся среди всех. Он участвовал у нас во многих соревнованиях. Был очень спортивный, высокий, красивый мальчишка. Наверное, слов таких не придумать. Мы где-то читали когда-то в книжках о войне, о всем этом. А сейчас мы это все видим, как наши ребята проявляют те же самые качества, которые были присущи нашим дедам и отцам в то сложное время. Сейчас время ничуть не проще. И так получилось, что мы оказались на рубеже этого времени.